всем привет я кони софтбокс и я к вам с неприятными новостями и хочу сразу же оговориться что это не мое мнение это новости корейские новости местами я взяла из переведенных источников где-то с английского языка где-то с русского языка где-то я брала с оригинала с корейского поэтому имейте это пожалуйста в виду и не думайте что это мое мнение если я буду где-то вставлять свое мнение я буду так и говорить хорошо договорились окей поехали короче всплыли судебные разбирательства точнее судебные сведения о манипулировании чартами о маркетинговой стратегии которая является скажем так нелегальной и за что можно получить срок в тюрьме либо штраф в размере 20 миллионов вон около 20000 долларов ну чуть меньше обвинялась big hit music за манипулирование чартами за нелегальную скажем так маркетинговую стратегию еще по-корейски называют саджаги короче когда вы платите людям деньги за то чтобы они или предлагать кому вознаграждение за то чтобы они делали какие-то действия допустим писали много комментариев люблю как чат боты до писали какие-то комментарии либо действовали делали какую-то активность либо чтобы они скупали с разных аккаунтов то есть разные люди разные люди скупали допустим песни и в итоге получается так что песня взлетала в топ эти слухи ходили и раньше но вот в 2017 году оказывается было судебное разбирательство и судя по словам юристов которые сейчас разбирают это дело потому что почему-то опять вдруг всплыло говорят что это реально было не просто так в судебных вот этих сводках написано именно нелегальный маркетинг иначе говорят если бы этого не было бы там так не написали бы то есть значит реально big hit music делали короче вот эти вот эту фигню саджаги для того чтобы продвигать бить с свою очередь хайп ну это бывший big hit label убитит music сказали что будут подавать в суд на всех кто вообще что-то плохое говорит и вообще манипулирует и сейчас что-то наговаривает на бить с их говно получается пускать вот эти вот слухи и как-то обсуждает вот эти вот вещи не переживайте на меня в суд не подадут потому что я просто цитирую чьи-то слова да это огромная проблема оказалось что какой-то чувак господин эй он якобы работал в этом в этой маркетинговой компании которую в бахинацию помогал проворачивать но потом у него случились финансовые проблемы и он решил на этом подзаработать он заплатил там кому-то из сотрудников скупил в эти документы доказательства того что бить с действительно короче проворачивайся джиги не сами бить я своих компании да что продвигать бить с и он начал и им угрожать и говорит давайте заплатите мне вот такую-то сумму денег тогда никто не узнать и иначе типа я это обнароду и тогда все узнают случился вот суд бла-бла-бла и самый прикол в том что к чему-то люди почему вообще зацепились помимо того что суде судебных этих при них давно вот этой сфотки действительно употребляется слово что был вот этот маркетинг нелегальный вот это вот зацепила нити зеров и второе получается до чего зацепились зрители это то что по сути бичит заплатили этому господину эй энную сумму денег но хайп нынешние да то есть это бывший обетит и говорят мы заплатили не потому что типа это правда что был саджики нет а для того чтоб короче он уже заткнулся и перестал короче нам мешать и чтобы это дело короче закрылась наконец-таки короче какое-то очень мутное дело ну и конечно же люди теперь такие что происходит это как-то странно и конечно все начали призадумываться насчет этой минхи джин кто вот там писал был за эту минхи джин и говорил что типа да что она могла сделать типа чё за бредятина ну типа она ничего не могла сделать чего типа ну сказал там я хочу типа одор себе забрать хочу у тебя хайп ну типа ну просто брякнула типа и все но нет говорят стамбул она вместе с другим там вице-президентом они придумали стратегию не просто забрать одор а очернить хайп так чтобы у хайп не осталось другого выбора кроме как самим отказаться от одор понимаете чтобы испортить репутацию одор к фуа хайбу ну я дар в том числе и люди говорят что по ходу она запустила эту махину видимо у них были какие-то документы потому что вот этот вице-президент одора который получается был в сговоре с этой минхи джин по словам хайп он был я не помню его должность ну короче он был в их структуре в управленческой структуре хайба то есть он знает в эту всю короче все что короче он очень много-много таких и нюансов знает хайповских понимаете короче я не знаю я в шоке я не знаю что еще вскроется какие еще будут нюансы что будет и правда это кстати господина эй который шантажировал да там что-то говорил у меня такое ощущение почему-то там как так было написано очень похоже описывалось как про того продюсера как про которую рассказала который представлялся кто сначала он представился шугой потом он шуге написал что он в и мы не такое ощущение что это вот он же и есть не знаю короче очень очень мутное дело и мне кажется ближайшее время будут только появляться новости связанные с хайп и минхи джин кстати хайп сказали минхи джин чтобы она даже с гендиректа считается до сих пор адоровская чтобы она короче сложила свои полномочия потому что они нашли прямые доказательства что она хотела захватить власть адор а еще хотела получается запятнать депутацию хайп они написали на нее заявление в полицию и по моему там уголовное дело будет потому что короче это серьезная вещь то что там происходит кстати вот хайп сказал минхи джин чтобы она созвала совет директоров чтобы она сложила свои полномочия и короче чтобы ну уже решился этот вопрос а минхи джин сказал нет там типа не такой же вопрос чтобы я ну типа не такой серьезный вопрос чтобы я созывала совет директоров я отклоняю это как от чего я я не знаю конечно как эта структура так работает но вот мне кажется нам стоит ожидать очень много очень очень много плохих новостей для хайпа очень жалко ребят битец потому что они сейчас в армии получается они сейчас уязвимы они толком ничего сделать не могут потому что они сейчас в армии находятся да и тут атакуют как могут их имена начнут полоскать уже до получать началось но я знаю армии мне кажется конечно армии порвут на хрен всех честно говоря и как минимум парней защитят не знаю как как бы агентство но парней точно защитят но все равно как бы жалко я не знаю что будет это очень-очень серьезная борьба напишите свое мнение только пожалуйста без гадости в мою сторону я тут ни при чем не я я не минхи джин а точнее ну точнее куда точнее дай короче big hit music вы манипулировали манипули 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 первали чартами почему мне кажется как будто я говорю не чарты а грыч артаги знаете есть такая еда заново